Давайте прежде всего обратимся к посланию к Ефесянам. Четвертая глава, восьмой стих. Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшел, он пошел наверх. Что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли?» Это тогда, когда Иисус сошел в ад и пострадал там за измену Адама. Не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Почему Иисус? Почему ты помазал апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей к совершению святых для совершенствования тела Христова? Другими словами, для чего, Господь? Для чего нам нужно совершенствоваться на дело служения? Но Иисус, подожди минутку, я думал, ты сказал, что ты поднял апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Разве не они являются служением? Нет, они те, кто совершенствует церковь. Служение осуществляется церковью. И, конечно, пятикратное служение несет помазание, чтобы совершенствовать святых. Но посмотрите, о каком служении Он здесь говорит. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Что здесь есть такое, чего вы не понимаете? Уже проще и не скажешь в действительности, не так ли? А что такое созидание тела Христова? Доколе все придем в единство веры. Там и слово не говорится о единстве наших доктрин или представлений. Там сказано, в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, взрослое тело. В какой-то момент, я советую, чтобы этот момент настал сегодня, вам нужно изменить свою концепцию с того, что вы являетесь ребенком Божьим, на то, что вы мужчина и женщина Божьи. Вы уже достаточно долго были ребенком. Аминь. В меру полного возраста Христова, или доколе тело Христова не станет взрослым, доколе мы не будем ходить в полноте Его помазания, в полноте Его благословения, в Его полном возрасте. Он сказал, дела, которые творю я, и вы сотворите. Он это сказал. И это Его желание. Поэтому мы будем их творить. Аминь. И больше сих сотворите, потому что я к Отцу моему иду. И что Он сделал, когда пошел к Своему Отцу? Оно изложено прямо здесь. Здесь говорится, что когда Он вас шел, Он дал дары человекам, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, для совершенствования святых на дело служения, которое есть созидание Его тела. Итак, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Так как же Иисус возрастать? Говоря истину, говоря Слово Божье в любви, могли во всем возрасти в Него, возрастайте в своем мышлении, возрастайте в своих поступках, возрастайте в своих словах, особенно в своих словах, будучи всегда вполне и полностью осведомлены. Есть одно выражение, которое приобрело широкую известность в коммерческой авиации, среди пилотов профессионального уровня, и это сильная, это сильная фраза, это называется ситуативной осведомленностью. Вы постоянно осведомлены. В кабине вашего самолета не происходит ничего, о чем бы вы не знали. ситуативная осведомленность. И вы, как экипаж, учитесь ситуативной осведомленности. Так что вы все более, более и более постоянно осведомлены и готовы. И нам нужно вложить это в наше мышление. Ситуативная осведомленность. Я всегда осведомлен о ситуации. Я знаю и сознаю, что должен пребывать в любви, какой бы ни была ситуация. Я сознаю, что я служитель любви Божьей. Мне все равно, кем они меня назвали. Мне все равно, что они мне сказали. Мне все равно, что они мне сделали. Или это не мое дело. Мое дело здесь не самосохранение. Мое дело проповедовать Слово Иисуса. Мое дело благословлять. Мое дело ходить в любви и в силе всемогущего Бога. Аминь. Во всех ситуациях, становясь очень, 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 очень осведомленным о своих словах, своих поступках и как они влияют на то окружение, в котором я нахожусь. Сегодня это настолько важно. Мы уже не раз это слышали. Вы будете слышать это снова, снова и снова. И это будет становиться все более и более сильным в вашей жизни и мышлении. Чем ближе мы будем приближаться к концу этого века, а именно, какими бы ни были проблемы, это не вина правительства. Это даже не вина дьявола. Это вина церкви. Потому что нам была дана власть делать что-то по этому поводу. А мы играли в церковь, играли в деноминацию, были колеблемы всяким ветром учения и вели себя, как кучка маленьких младенцев. Одно дело, когда младенец ведет себя, как младенец. А другое дело, когда сорокалетний ведет себя, как младенец. Я слышал, как брат Хейгин как-то раз это сказал. И это по-прежнему веселит меня. Знаете, Слово Божие говорит следующее. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него вам возрасти. И это говорится о духовных младенцах. Послание к евреям говорит о духовных младенцах. Оно говорит, «Пришло время, когда вы уже должны были учить. Вам снова нужно молоко». И брат Хейгин сказал, что он проповедовал в церквях, которые утверждали, что они проповедовали молоко. И он сказал, «Господь, они не проповедовали молоко». Он сказал, «Стоит чуть-чуть нагреть их молоко, и они убегут». Что ж, так было в 1919 году, так будет и сейчас. И никакой самонадеянной выскочкой из Техаса не приедет сюда и не будет говорить нам, как управлять нашей церковью. Я не говорю вам, как управлять вашей церковью. Я говорю вам, что говорит Слово Божье. И вам придется быть ответственными за управление вашей церковью. Аминь. Аллилуйя. Ситуативная осведомленность моих поступков, моих мыслей, моих слов и как они влияют на это окружение. Ситуативная осведомленность и как мои поступки дают возможность дьяволу делать больше того, что он делает. Как насчет того служения, с которым я соединен? Как насчет церкви, в которую я хожу? Как насчет той компании, на которой я работаю? Сегодня здесь довольно тихо, не так ли? Это хорошо. Сейчас не время восклицать. Сейчас время для... Да, брат, копнут, верно. О, да, Слово Божье право. Не так ли? Да, так и есть. Аминь. Но вы вскоре будете восклицать, потому что мы с этим к чему-то подходим. Итак, говоря истину в любви, истинной любовью все возвращали. Во всем возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое. Посмотрите, оно соединено, или оно держится вместе посредством взаимно скрепляющих связей. Именно поэтому тело Христово настолько разъединено и настолько разбито на части, потому что связи взаимно не скрепляются. Поэтому мы поговорим об этом сегодня. Давайте перейдем сейчас к 13 главе первого послания Коринфянам. Две вещи, о которых вам постоянно нужно думать. Все, что вы видите в Слове Божьем, все, что вы видите на работе, все, что вы видите по телевизору, все, что входит в ваш разум, должно иметь две вещи, фактически даже три, которые будут стоять на передовой вашего мышления. Заповедь любви. И это благодаря благословению Авраама. И все это основано на Слове Божьем. Что говорит об этом Слово Божье? Не что я об этом думаю, но что вы об этом думаете. Не что они об этом думают, но что говорит об этом Слово Божье. Как думает Бог? Я должен менять свой образ мышления. Я хочу, чтобы мой образ мышления был Божьим образом мышления. Я хочу делать все так, как это делает Бог. Как Он все делает? Он все делает любовью. Он все делает Словом Божьим. Он все делает своей верой. И Он все делает помазанием. И защита этого помазания является первостепенным и самым главным, когда дело касается служения. И вам нужно знать и сознавать эти вещи. Вы соблюдаете заповедь любви и делаете себя доступными. И вы становитесь всегда ситуативно осведомленными о своих словах, своих поступках и своих мыслях, где бы вы ни были, что вы пребываете в любви Божьей и вы действуете в любви Божьей. И смотрите, четвертый стих. Любовь, агапе, отдающую любовь, любовь завета, долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, или другими словами, верит самому лучшему всего. Верит всему, что говорит Библия и верит этому, несмотря на то, что говорят и делают другие люди. Всего надеется, все переносит, и такая любовь никогда не терпит поражения. Никогда. Никогда не терпит поражения. И позвольте мне вас здесь через кое-что провести. Эта любовь никогда не терпит поражения. Все, что здесь перечислено, нарушение этого останавливает служение Духа Святого, которое является благословением Авраама, проявленным на земле. Все эти помазания являются частью этого благословения. Вы можете проследить каждый из них. Аминь. Помазание, исцеление, все эти вещи. Вы можете проследить, что все они берут начало от этого благословения. Откройте со мной книгу пророка Еремии. У нас хватит времени, чтобы прочитать еще пару мест Писания. Что мы и сделаем. Книга Еремии Давайте посмотрим девятую главу. Третий стих. Как лук напрягает язык свой. Говорится о луке и стреле для лжи. Посмотрите пятый стих. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Что Библия говорит о том, чтобы говорить правду? Истину друг другу. Говорить правду. Истину своему другу, своему ближнему. Говорить истину в любви. Посмотрите на противоположность этому. «Приучили язык свой говорить ложь». Что они сделали? Они приучили свой язык говорить определенные вещи. Посмотрите восьмой стих. Язык их «убийственная стрела». Это ракета, это пуля, это убийственное оружие. Язык. Слова являются духовными контейнерами. Скажу вам, вы можете настолько глубоко кого-то ранить, и особенно, если они не знают, как это преодолеть. Не имеет никакого значения, кто вам что сказал. Вы можете победить это в своей жизни. Нет такого понятия, как постоянная рана, постоянная боль, от которой Слово Божье не могло бы вас избавить. Но для этого вы должны обратиться к Слову Божьему. нельзя носить это и жалеть себя все эти годы, потому что тот человек, кто бы это ни был, по-прежнему контролирует вашу жизнь. Но слова несут страх, слова несут веру, слова несут ненависть, слова несут любовь, слова несут разочарование, депрессию и угнетение, и слова несут ободрение, радость и силу. Аминь. Просто ободрите кого-то. Вы можете буквально несколькими словами своих уст ободрить кого-то так, что он сможет победить. Ну, брат Коплан, бывают времена, когда я просто делаю и говорю какие-то вещи, и я просто не могу ничего с этим поделать. Это ложь. И пора вам начать что-то с этим делать. Как вы реагируете? Как вы отвечаете? Вы не можете ждать до тех пор, пока не произойдет что-то неправильное, или не будет сказано что-то плохое, для того, чтобы затем проявить любовь и отреагировать правильным образом. Иисус дал это не в таком порядке. Писание говорит, что это наша заповедь, чтобы мы прежде всего верили во имя Сына Его Иисуса и любили друг друга, как Он заповедал. Как Он заповедал? Он сказал, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и крепостью и ближнего своего, как самого Я возлюбил вас. И в 17 главе Евангелия от Иоанна, в молитве Иисуса, Он молился буквально за мгновение до того, как пошел на крест. И Он сказал, отец, я молюсь, чтобы ты открыл им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. И Он сказал, я молюсь, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них, будет. И Он пошел на крест, чтобы обеспечить это. Чтобы любовь, которой Бог возлюбил Иисуса, была во мне, и мне было разрешено ее использовать. Это самая потрясающая мысль, которую человеческий разум. Вы даже не можете себе этого представить. Пройдет еще 500 лет, и вы так никогда и не постигнете глубину этого, что Иисус Христос из Назарета пошел на крест, воскрес из мертвых, воссел по правую руку Отца и высвободился с небес к вам на землю. Когда вы сделали Иисуса Христа Господом своей жизни, любовь, которой Бог, которой есть любовь, Творец и могущий Бог, вошла в вас и не только разрешила вам, но и повелела вам приводить ее в действие. Почему Ему это нужно? Почему Ему нужно, чтобы мы любили таким образом? Разве Он не понимает, насколько для нас это трудно? Почему Он сделал это заповедью? Почему Он просто не сказал? Конечно, было бы неплохо, чтобы вы все это делали, потому что так вы не будете это делать. Вот почему. Почему Он сделал это заповедью? Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Аллилуйя. И Бог послал Иисуса благословлять. И Он сказал, так и я посылаю вас.